всем добрый день сегодня у нас перед шаббатом урок значит будет очень постараемся активно глава дыха катай если пойдете по моим постановлениям законом и будете соблюдать будете слушать ору это последняя глава книги ваекра очень интересно вы наверное обратили внимание что ваекра наша платформа называется на экран его звал и книга торы называется 3 так не который называется ваекра и возвал его сегодня она заканчивается и вот если мы проследим вообще о чем была вся эта глава вся эта книга торы да она была в принципе о святости то есть она была о том каким образом человек может достигать или вообще вначале понять осознать а потом достигнуть такого понятия как святость давайте еще раз под разберемся что же это подведем итог какой-то общий ваекра и возвал лучше и вся книга в общем то она о том какие жертвоприношения в храме законы чистоты духовной для священников и так далее кознажи не священники но мы отсюда поняли что есть в этом мире такое понятие как святость святость это духовность это отделенное само слово к душа святость не верите да за как на русстве откуда основа этого слова святость святость не знаю свет может быть на русском это скорее всего свята ситет от слово свет да то есть парашка которой освященный сильно светом он святой он полон света на IVE Третье слово «к душа», «святость», оно идет от слова «ликадеш», что-то выделит что-то. То есть это выделено из будничного. Значит, у человека есть животная часть, животная часть, которая человеческая не отличается от других животных. Может, если отличается, то в худшую сторону, потому что человек менее сильный, чем другие животные в пересчете на массу тела, менее быстрый, чем другие животные в пересчете на массу тела, менее человек вообще ну что это вообще шерсти нет нормальной нет меха красивого у павлина какой хвост красивый да, у нас нету, посмотрите какой павлин вообще относительно человека какое имеет преимущество, представляете если бы у нас были хвосты как у павлина была красота, выходишь такой, опа, хвост раскрыл и идешь такой, да, потом в машину садишься, значит машину вы выпускали специально с чехлами для хвостов такие сидения, в которых хвост было бы смешно ну и красиво, то есть хвост павлина если вот вы посмотрите, сейчас даже после урока погуглите, это что-то удивительное вообще по красоте хорошо теперь значит это то, что касается тела но человек отличается от павлина душой, божественной душой у каждого из нас есть внутри вот этот вот божественный свет который идет от самого Всевышнего от самого Творца Создателя Мироздания и он как бы в виде вот этого вот луча который, его нельзя засечь никакими радарами то есть материальный мир он не не может поймать нет такого прибора, который бы ловил бы духовность в материальном мире то есть в этом тоже чудо человека что человек соединяет в себе вот эту вот невероятную духовность с обычной материальностью и вот на вот этом вот соединении душа божественная великий свет и человеческое маленькое животное вертикально ходящая лужа вертикально ходящая лужа несколько десятков килограмм мяса плюс вся таблица Менделеева разбавленная водой и все это в этом божественная душа и оно как-то двигается всю жизнь такие строят города там самолеты строят в космос летает это очень удивительно и вот к душу святость да это умение выделить из всего вот этого вот материального мира выделить вот эту духовность и эту духовность увидеть усилить и поставить на первое место это называется святость и вся книга Вайкра о том как как расставить приоритеты и выделить вот эту вот духовность теперь как мы знаем все в этом мире очень уравновешено в этом мире все уравновешено вот прямо настолько все уравновешено это главный закон в этом мире один из главных законов называется закон равновесия то есть все есть закон сохранения энергии и все в этом мире вот вы посмотрите обратите внимание вот везде есть плюс-минус плюс-минус и как-то там день ночь и почему-то они меняются постоянно зима лето осень весна мужчина женщина все такие полярности мир полярности добро зло и там действует душа то есть если ты начинаешь двигаться в сторону святости то у тебя в этот же самый момент начинают очень сильно вылазить твои недостатки то есть вот эта часть материальная начинает очень сильно сопротивляться и чем больше ты выходишь на свет тем больше тебе видно все недостатки то есть и получается что человек который идет к святости он с одной стороны рассчитывает что сейчас его жизнь превратится в рай но с другой стороны каждый раз когда он делает шаг святости у него высвечиваются высвечиваются какие-то его недостатки какие-то пробои и мало этого мало этого когда ты двигаешься святости ты же как бы переходишь вечность то есть ты переносишь вечность свое себя вечность любая цифра умноженная на бесконечность равно бесконечность получается что ты получаешь бесконечную награду а в этом мире за все надо платить нужно как-то это уравновесить самый простой способ уравновесить и я вам говорю можете себе записать если ты что-то получаешь то ты являешься распределителем добра между другими людьми этим ты уравновешиваешь вот этот вот потенциал плюса который ты получил у тебя есть плюс который ты получил как подарок от всевышнего если ты начинаешь распределять добро между людьми в этот момент в этот момент отлично значит ты уравновешиваешь этот потенциал плюса Вторая возможность уравновесить потенциал плюса, который ты получаешь, двигаясь в сторону духовности, это выбрать себе определенное количество страданий, которые проще всего выбрать через преодоление своей вот этой животной природы, через какие-то ограничения, через какое-то усилие преодолеть свою природу. И тогда все ромешно. Книговая икра, она как раз нас вводит изначально вот в эту вот святость, но в конце она нам дает совершенно страшную главу, которая называется Бехукатай, это завершение. Если вы пойдете по моим законам, будете мои постановления соблюдать, будете меня слушать, будет полное благоденствие, обещает Всевышний, но если нет, если вы не будете слушать мои законы, это первая стадия неповиновения Всевышнему. И она такая, очень легкая эта стадия, когда человек говорит, ну я не буду туру учить, ну что, я в Бога верю, заповеди соблюдаю. Ну, я уже знаю, 10 заповедей, все, я 10 заповедей не нарушаю, я хороший человек. То есть я про Бога помню, значит, никому идолам не служу, я в пустую имя Всевышнего не говорю, я, значит, дальше почитаю папу и маму, субботы соблюдаю, если еврей, он должен соблюдать субботу. Субботы соблюдаю, значит, дальше шестая заповедь не убиваю, седьмая заповедь не ворую, восьмая заповедь не прелюбодействую, развратом не занимаюсь, значит, и девятая заповедь это не лжесвидетельствую в суде, никого не обвиняю, вообще про других людей плохо не говорю. И десятая заповедь не вожелай жены ближнего, всего, что у ближнего нельзя вожелать, да, то есть я никому не завидую, у меня мое. То, что мне надо, вот единственное, что я рекламу смотрю, я не у ближнего хочу, а то, что мне рекламируют, то я хочу, то я покупаю. Казалось бы, все отлично, у человека все хорошо, он прямо идет по системе со Всевышним, но, говорит нам глава Бухоката, если ты не учишь Тору, да, если ты не учишь Тору, то есть если ты не слушаешь Всевышнего, то что? Следующий этап будет какой? Следующий этап будет, вот смотрите, он пишет так, значит, но если вы не послушаетесь меня, то есть слушать меня, это учить Тору, это ежедневно присоединяться к Святому Писанию, к словам Всевышнего, что он хочет от нас изучать, то есть действительно свое время инвестировать в то, чтобы изучать волю Всевышнего. Дальше, и не будете исполнять все эти заповеди, если человек не изучает, то он не знает, как исполнять, откуда он знает, как исполнять, значит, есть много известных историй, Бенешхай такой был, раф Багдада лет около 100 назад, 120-150 лет назад, он был гениальный, знал всю Тору, и вот он объяснял на, все-таки иракские евреи, они имеют свой менталитет, вот он объяснял, он был раф Багдада, объяснял историю, говорит, был один человек, и он, значит, согрешил, согрешил он вообще с замужней женщиной, ну, то есть вообще страшное дело, и родился ребенок от этого, от этой связи, которая называется Манзер, Манзер это незаконорожденный от замужней женщины, и это страшный грех, и тут этот человек, он решил исправиться, он решил исправиться, и он думает, пойду к раввину, узнаю, как мне свой грех искупить, как мне, значит, надо служить Всевышнему, но вначале пойду сам исправлю, значит, я же все-таки должен прийти, как бы, с правильным поступком, пошел и убил, значит, этого ребенка, представляете, и он приходит в раввину, говорит, я так хорошо поступил, значит, вот, один грех я уже исправил, он говорит, что ты сделал, ты не исправил, ты еще хуже сделал, как так можно? Это, значит, одну историю Бенышхай рассказывал, чтобы подчеркнуть менталитет вот этих, кто выратили в то время. А второе мне очень понравилось, как один пришел тоже к раввину, и говорит, у Рэба я совершил большой грех, подскажите мне, как мне его исправить. Он говорит, какой? Он говорит, я не сделал перед, значит, Беркатом Азоном, перед Беркатом Азоном, перед благословением после еды, нужно помыть кончики пальцев. Есть такой закон. Водичка, это из древности так идет, написано правило, перед тем, как ты произносишь после еды благословения, нужно омыть руки, объясняют, что раньше были, ну, во-первых, грязные они и так далее. В общем, надо омыть руки. И он говорит, я не омыл руки перед молитвой. Рэба говорит, ну, слушай, это, конечно, нехорошо, но, говорит, ничего страшного, почитай псалмы и на будущее прими, что ты будешь это делать. Он говорит, Рэба, ну, у меня есть оправдание, я же не мог, как бы, омывать пальцы, потому что я же Беркатом Азон-то не собирался читать. Он говорит, ну, это уже серьезнее, Беркатом Азон, благословение после еды, это заповедь истории, надо было прочитать. Он говорит, Рэба, ну, как я мог прочитать Беркатом Азон, если я ел не кошерное? Он говорит ему, слушай, вот здесь не кошерное, это реально серьезное преступление. Он ему говорит, ну, Рэба, а как я мог вообще в этот день найти кошерное, если был в Йом-Типур, это был день суда, как я мог найти кошерное, когда нет кошерного, да? Тот ему говорит, ну, значит, а где же ты взял не кошерное? Он говорит, ну, не кошерное я взял, я там залез, ограбил в дом один, значит, но это был дом не еврейский, там было не кошерное. Это поэтому, Рэба, ну, не кошерное. Тот ему говорит, слушай, говорит, ты столько сделал преступлений, а пришел спрашивать, что ты пальцы не омыл. Он говорит, то есть, как это ты так вообще не понимаешь, что есть преступление? И вот, значит, поэтому учение Тора, видите, Бог как сказал, если вы не послушаетесь меня, то есть, если вы не будете слушать слова Торы, да, если вы не будете изучать Тору, и не будете исполнять все эти заповеди, то вы придете к неисполнению заповедей. А когда вы перестанете исполнять заповеди, то человек уже смотрит на других, которые исполняют заповеди. Ему неприятно У него внутри что-то скребет Он думает, как-то так Эти соблюдают, а я нет Что-то здесь не так И дальше идет продолжение Если вы будете презирать мои законы Следующий этап, он начинает презирать законы Он начинает смеяться над заповедью Он говорит, ну это же Какой нормальный человек будет это соблюдать Это выдумано Свинина не была холодильника Это не было того, это не было сего Но неужели они такие тупые, эти религиозные, не понимают Значит вы будете презирать мои законы И ваша душа отвергнет после этого Мои социальные установления После того, как ты презираешь законы Следующим этапом ты презираешь Все законы общества То есть если нет Бога, так все позволено А кто сказал, что нельзя Человек мне сказал, что нельзя Он человек и я человек Он сказал, что нельзя, а я сказал, что можно Это его, значит, вещь Хорошо, его вещь Была его, стала моя Что значит Если нету законов уже, да, общественных То и нет того, кто их установил То тогда, если человек человек Что меня ограничивает Следующий И если ваша душа отвергнет Мои социальные установления Так, чтобы не исполнять все мои заповеди Чем вы нарушите мой завет И тогда уже последняя стадия Человек, чтобы его вообще ничего не скребло Он говорит, а вообще-то говорит Какой Бог вообще? Кто это придумал про Бога? И последняя стадия, не дай Бог Он начинает отрицать вообще в принципе Что есть Творец Мироздания И в этот момент все Он уже отсек себя И от всего И от вечной жизни И от Всевышнего И от всего он себя отсек И значит, это как раз путь падения Понятно? И тогда начинается обратный отчет Начинается обратный отчет И в обратном отчете Значит, все возвращается человеку И если это еврейский народ в целом То еврейскому народу возвращалось то, что Вот эти последние двухтысячелетние изгнания Говорят, что Много причин приводится в Талмуде За что Всевышний отправил в это последнее изгнание Еврейский народ И главная причина Которая приводится за сенатхинам За беспричинную ненависть друг к другу Вот эта беспричинная ненависть То есть, когда у человека поселяется внутри Установка по умолчанию Которая называется ненависть Сенат обривет Ненависть к созданиям Ненависть к людям Ненависть В принципе, такое понятие, как ненависть Это создает внутренний фильтр Он активировал свой аккаунт в святости Вот видите, в фейсбук тоже подключился И он говорит Я верю тебе Я верю, что есть Всевышний Я начинаю соблюдать заповеди Тогда он должен быть вдвойне, в десятерне осторожен Потому что теперь он уже на свету И как сказал царь Саламон, мудрейший из людей В первой главе Экклезиаста, в конце Он сказал Морбе хохма Умножающий хохму Умножающий знание божественное Морбе каас Умножает гнев Какой гнев он умножает? Гнев Всевышнего на него Потому что если ты уже знаешь И нарушаешь, идешь против Всевышнего То это вызывает гнев, конечно У Всевышнего больше, чем если ты не знаешь И Йосиф, да Тот, кто добавляет познание Он добавляет боли Почему он добавляет боли? То же самое, мера за меру То есть если ты познаешь Всевышнего Если ты узнаешь, как работает мир То на тебя больше ответственность Больше ответственность То есть ты должен с этим очень внимательно потом работать И сегодня у нас двенадцатая глава Мишлей Двенадцатая глава Мишлей Она как раз Именно начинается Вот точно об этом Это как продолжение того, что мы сегодня Посмотрели в недельной главе Вот смотрите Двенадцатая глава начинается так Уэв мусар, уэв даат Тот, кто любит мусар Любит моральную дисциплину Мусар это Вот Увещевание Это, можно сказать, критика Мусар это неприятности От слова Исурим И тут написана вдруг такая вещь Говорит нам царь Соломон Тот, кто любит вот этот мусар Моральная дисциплина Когда ты сам себя ограничиваешь Или же, когда тебе Всевышний дает сигналы Через какие-то неприятности Что ты завернул не туда Где-то ты не туда Значит, пошел в своих путях То тот, кто любит этот мусар То есть, или он Я, например, очень люблю сам себя ограничивать Я не люблю, когда меня Ну, наказывает уже жизнь Да Жизнь это Всевышний Что-то, да Со стороны Мне лучше самому себе сказать Ицкак, соберись И, ну, сказать себе самому мусар Как бы нравственные какие-то увещевания И послушаться То есть, сказать Вот тут ошибся, там ошибся Здесь ошибся И так далее Но если, например, это мне говорит кто То, то у меня есть две реакции Я могу Как собака Она кусает палку Могу сказать Ты меня критикуешь Что это Ты мне плохо сделал Ты мне плохо сделал Ты мне Все мне плохо сделали Значит, все нехорошие люди А я д'Артаньян Да, я сам хороший Просто все несправедливо Ко мне относятся Это первый вариант Второй вариант Говорит нам царь Соломон Любящий мусар Любящий эти увещевания Любит познание То есть, я через это Могу познать Понять Глубже Картину мира Как оно работает То есть, если у меня есть неприятность Я не туда зашел Это не мир виноват Это я зашел не туда Я это познал Через Вот эти болевые ощущения Мне Всевышний дал урок Весоне Тохахат А тот, кто ненавидит Увещевание Бээр Он называется Невежда Невежда Бээр Это Ну, вот такой Ну, просто невежда Такой тупой Да По-простому Бээр Это такой вот Просто тупой И Если человек Соне Вот эти вот Неприятные слова Увещевание Я, например Когда-то Одному человеку говорю Вот ты знаешь Там Вот Было бы хорошо Я для его пользы говорю Если бы ты сделал так и так Вот у тебя есть вот такая-то ошибка Которая тебе полностью перекрывает Например, деньги А он говорит Это фигня Все то, что ты говоришь Хватит меня поучать Значит Это Это Не Я сам знаю Почему у меня нет денег У меня нет денег Потому что не сложилось Я говорю Ну, значит С этим желанием С этим пониманием Теперь можно сидеть дальше Потому что Раз не сложилось Десять лет назад Так уже никогда не сложится Уже же не сложилось Или ждать сидеть Что вдруг сложится Но нож Десять лет не складывается Значит Что-то не так Теперь Сонет Охаха Тот, кто ненавидит Увещевание Он невежно Это сказал Царь Саму Второе Он продолжает В этом же направлении То в Яфик Лучше вытаскивать желание От Бога Что значит Как вытаскивать желание От Бога Чем Нам станет понятно В Иш Мезимот Яршия Человек Мезима Это многоходовая Расчетливая комбинация И тот Кто сам лично Пытается выстраивать Манипулировать Многоходовые Расчетливые комбинации Какой будет его конец Говорит царь Салмон Яршия Он Сделает какое-то зло Обязательно Где-то он То есть Тот, кто пытается Властвовать над людьми Заставлять людей Использовать людей У того Он обязательно Сделает В какой-то момент Зло Теперь А что Что значит Хорошо Добро Это вытаскивать Желание от Бога Понимать, что Бог тебе хочет добра И он с тобой разговаривает Как он тебя направляет Увещеваниями Мусаром Какими-то неприятностями Не идет Значит тебе Бог Дает конкретный сигнал Ты не туда идешь Что-то Что-то у тебя Какая-то системная ошибка Кто-то на тебя Например Там Что-то сказал Не так Сделал Не так Все Это Всевышний Тебе дает сигнал Исправься Подумай Что-то у тебя не так Дальше И последний Сегодня Третий отрывок Четыре Я хотел четвертый Еще сказать Лоикон Адам Береша Не сможет человек Установить злодейством Свою жизнь Вышорыш Садитим Балимот А корни праведников Они не подкосятся никогда Человек Который строит Свою жизнь На том Что он Главное для него Это служение Всевышнему Главное Это выполнение заповедей Он в этот момент Становится праведником Он идет по правильному пути И в этот момент У него корни Которые его удержат То есть понятно Что есть какие-то события Бури Там и так далее Но если у тебя Мощные корни То ты не упадешь А злодей Какой бы он ни был умный Сколько бы он себе Не комбинировал Не пытался он Каким-то образом Выкружить Выкрутить Рано или поздно Конец всех злодеев Будет один Они все будут уничтожены Своим же злом Своим же окружением То есть все Что человек делает Плохого К нему возвращается Значит Теперь дальше И последний четвертый Отрывок Он мне всегда Был непонятен А вот сегодня Если посмотреть Как разворачиваются Отрывки То стал понятен Эшет хайль Атерет бала Значит Доблестная жена Она корона Для мужа Доблестная жена Корона для мужа Кто такая доблестная жена Мы посмотрим В конце В тридцать первой главе И сегодня будем петь Вечером Кто найдет доблестную жену Цена ее намного выше Чем жемчуг Это как раз Тридцать первая глава Теперь здесь он говорит Жена доблестная Она как корона Для мужа В В к Ракав Баат смутав И как гниение В его костях Мы виша Та которая его позорит Как гниение В его костях Мы виша Значит Я всегда понимал так Если у человека Есть плохая жена Которая его позорит То это гниение В его костях А если есть хорошая жена То тогда она Значит Ему как корона Что я подумал сегодня Исходя из предыдущих Отрывков Человек Вот например Одному ты говоришь Какое-то увещевание Хочешь его там поправить Да Он это воспринимает Как критика Которая его позорит И в этот момент Его реакция Это гнев Это обида И мы знаем Что гнев и обида Они От них гниют кости Теперь Но если человек Как написано Хахам Мудрый человек Уэф то хахот Он любит Когда его увещевают Это его исправляет Делает еще умнее Тогда он Умный человек Он наоборот Тому кто его увещевает Он ему говорит Классно Ну-ка еще Дай мне обратную связь Высокого качества Что еще мне в себе исправить Где еще ты видишь У меня ошибочку То есть он ее воспринимает По другому Так вот этот вот момент Когда жена Или она тебя позорит В твоих глазах Или же она тебя Наоборот Доблестная Что она тебе помогает Кто лучше чем жена Видит твои недостатки Кто лучше чем жена Видит где ты там Ошибаешься Кто больше чем жена Волнуется Чтобы у тебя было все хорошо Никто То есть жена Это действительно Самый близкий тебе человек Но весь вопрос Как ты воспринимаешь Ее критику Как ты воспринимаешь Ее увещевание И как ты это воспринимаешь И предыдущие три отрывка Учат нас воспринимать Это позитивно И тогда Она становится Доблестная жена Которая корона Для своего мужа Она хочет Чтобы у мужа была корона И она поэтому ему говорит Встань с дивана Иди учи Тору Иди делай заповеди Иди занимайся спортом То есть она его реально Пинает Но он говорит Что ты меня позоришь Вообще Да Это один вариант Или он говорит Спасибо Это значит Я рацион Я понимаю Что это воля Всевышнего Чтобы меня Моя жена Подталкивала вперед Вот так можно понять Эти первых четыре отрывка Двенадцатая глава Вообще Двенадцатая глава Очень такая Жизненная Но наш сегодняшний урок Заканчивается Значит Сегодняшний урок Заканчивается Всем шаббат Шалом Чтобы Всевышний Чтобы Всевышний Дал вам благословение Шаббат Это источник благословения Попробуйте Именно выделить Этот день Для служения Всевышнему Максим прям Просто молодец Он уже структурировал Весь урок И есть полностью Сегодня Видите Прям можно В описании урока Это ставить Если Максим Как раз пришлет Пришлет вот это Вот мне в телеграме То я поставлю Это в описании урока Прям очень Очень Прямо идет Знаете Тема урока Очень полезная И значит Все кто Все кто Учатся Что Всевышний Дал вам Благословение Начало Приближения к Всевышнему Это изучение Воли Всевышнего Изучение Что он от нас хочет И Дальше идет Выполнение заповедей Добрые дела Но все это возможно Только если ты знаешь Что такое добро Что такое зло И очень важно Очень важно Делиться уроками Распространять Свет Торы Чем больше будет Хороших Добрых Людей Которые Выполняют Волю Всевышнего Тем лучше будет Всем жить в мире Поэтому пожалуйста Поделитесь этими уроками Я вчера Встретил много людей Которые Хотели бы их слушать Например Я был там В одном месте Никто не знает Меня знают Мои уроки По психологии По коучингу Смотрят Про Тору Никто даже не слышал Что есть у меня уроки Торы Поэтому делитесь пожалуйста И всем удачи и успехов Шаббат шалом До воскресенья